Камчбек Ташиев подробно прокомментировал уголовное дело о госизмене, фигурантом которого стал политолог Марат Казакбаев. В интервью изданию «Новые лица» глава ГКНБ рассказал о том, что досудебное производство было начато еще три года назад. Еще в 2019 году Марат Казакбаев попал в поле зрения органов нацбезопасности, в связи с чем 23 сентября 2019 ГКНБ было начато досудебное производство по статье 307, часть 1 Уголовного кодекса Кыргызской республики «Государственная измена». То есть, уголовное дело было возбуждено еще в 2019-м до прихода НАСК к власти. Далее, вплоть до апреля 2021-го в рамках уголовного дела производился весь спектр оперативно-розыскных технических мероприятий, а также следственных действий, направленных на кропотливое получение данных, подтверждающих причастность Казакбаева к совершению данного преступления. И после получения неопровержимых доказательств 13 апреля 2021 года Казакбаев был вызван в органы ГКНБ. Следует отметить, что с 1 марта 2022-го по заявлению самого Казакбаева и его адвоката с ним было заключено соглашение о признании им вины, которое было утверждено Первомайским судом Бишкека. А 10 марта 2022-го уголовное дело в отношении Казакбаева было закончено и направлено в Первомайский райсуд для рассмотрения по существу, где находится по настоящее время. Несмотря на большой интерес со стороны общественности, к данному уголовному делу раскрыть детали проведения расследования и сущность предъявленного обвинения не представляется возможным, так как уголовному делу присвоен гриф «совершенно секретно». В СИЗУ Марата Казакбаева неоднократно осматривали врачи. Он получал соответствующее медикаментозное лечение. По словам Камчебека Ташиева, с 7 апреля по 19 мая Казакбаев находился на стационарном лечении в микрохирургии глаза. Его также осмотрел врач-кардиолог. То есть, по обращению родственников и адвоката, с 27 апреля по 19 мая он находился в больнице. В своем выступлении Равшан Джейнбеков озвучил недостоверную информацию, касающуюся умышленного отказа со стороны ГКНБ от предоставления Казакбаеву доступа к медпомощи. Это абсолютно не соответствует действительности. В подобных, ничем не подкрепленных заявлениях, озвученных Равшаном Джейнбековым, усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей 363 Уголовного кодекса Кыргызской республики, заведомо ложные сообщения о совершении преступления. Одновременно с этим анализ вышеозвученного заявления дает основания полагать о его явных намерениях использовать скоропостижную кончину Казакбаева в своих политических целях. Эти обстоятельства характеризуют о низких моральных ориентирах Равшана Джейнбекова, который ради своих политических амбиций готов использовать панихиду по умершему для самопиара. Добавил Камчбек Ташеев и то, что те политики, которые используют смерть политолога в своих корыстных политических целях, глубоко ошибаются. «Я сегодня утром дал поручение соответствующим подразделениям о приводе Джейнбекова в управление, чтобы дать ему официальное предостережение, что нельзя распространять ложную информацию, не зная сути и не понимая это, может привести к негативным последствиям и в отношении его тоже». Сейчас, как отметил председатель ГКНБ, генпрокуратура начала проверку по факту смерти Марата Казакбаева. При этом Госкомитет готов принять общественную комиссию, если она будет создана омбудсменом, Центром по предупреждению пыток, общественными деятелями и журналистами, предоставив исчерпывающую информацию. А распространять заведомо ложные, ничем не подкрепленные сообщения нельзя. Аяна Дюшикеева, Эсентур Абыкеев, Аллату, 24.